Скорая, милиция, соседи. К кому бежать, когда умирает близкий человек? Сколько стоит похорона? Прощание на миллион. Розы должны быть только белые, никаких красных. Правила безопасности. Как самому не приблизить свою смерть? Несколько раз приходил, чтобы завещание переписывать. Ритуальный бизнес в реальной жизни. Игры с гробами? Или чудовищная история одного недоразумения? Я подошел, увидел, что могила разрыта. Рядом с могилой лежало тело женщины. Кто виноват, что девушку похоронили дважды? То тело было выдано, не то захоронено. Лицо санитара, что означает таинственная татуировка. Гробовые. Цена смерти в рублевом выражении. В проекте вне закона. От волнения у него тряслись руки. Молодой человек с трудом разлил кипяток по чашкам и кухню наполнил аромат свежезаваренного чая. Потом он достал из кармана ампулу, отломил кончик и вылил содержимое в одну из чашек. Поставив на поднос вазочку с печеньем, хозяин отправился в комнату в гости. Для одного из мужчин это чаепитие должно было стать последним. Ведь в чашке теперь плескалась смерть. 2006 год. Московская область. На этой фотографии Николай Алмазов. Здесь ему 62. Мужчина редко жаловался на здоровье. Именно поэтому его новое увлечение вызвало у родных настоящий шок. Николай Степанович решил спланировать свои собственные похороны. Завещание у Николая давно было составлено. Но в этом ничего особенного нет. Мое, например, завещание тоже составлено. Но ведь Николай начал постоянно менять свое завещание. Чуть ли не сценарий своих похорон выставил. Цветы, розы должны быть только белые и никаких красных. На удивленные вопросы родных Алмазов заявлял. Умерть не собираюсь, не надейтесь. Но туда отправиться хочу так, чтобы душа сверху смотрела и радовалась. Свои будущие похороны Николай Алмазов представлял пышными и торжественными. 2006 год. Московская область. В этот момент время для него словно остановилось. Перетащить обмякшее тело и усадить за руль оказалось непростой задачей. Наконец осталось последнее. Завести автомобиль и докатить его до обрыва. Дальше столкнуть вниз, а огонь скроет все следы. Человек не заметил, как из кустов за ним наблюдали чьи-то любопытные глаза. Это кадры с места катастрофы. Так выглядела машина Николая Алмазова, когда родственникам сообщили о трагедии. В протоколе ДТП было записано. Водитель не справился с управлением. Автомобиль сорвался в обрыв и загорелся. Казалось бы, роковое стечение обстоятельств. Если бы не одно «но». Без заключения судебно-медицинской экспертизы. При вскрытии установлено. В клетках печени обнаружен клофелин. Сильно действующий лекарственный препарат. Получалось, никакого несчастного случая не было. Наоборот, все говорило о том, что это тщательно спланированное убийство. Кому же была выгодна смерть Николая Степановича? У него в тот момент как раз разладженой пошел. Это вторая у него молодая. Он вообще стал говорить, что ей только его деньги нужны. Он ведь несколько раз приходил, чтобы завещание переписывать. Под подозрение в первую очередь попала молодая вдова Алмазова Елена. Большая разница в возрасте почти 25 лет. И самое главное, именно она претендовала на наследство погибшего. За подозреваемым было установлено наблюдение. Параллельно отрабатывались связи потерпевшего на предмет конфликтов с кем-либо неоплаченных долгов. Это кадры оперативной съемки. На них Елена Алмазова, беседующая с незнакомым молодым человеком. Сыщики установили его личность. Сотрудник одной из похоронных контор, которую часто посещал погибший. В рабочих бумагах даже осталась смета на предварительный заказ. Общая сумма будущих ритуальных расходов поражала миллион рублей. Этот гроб выполнен из элитных сортов дерева, обид бархатом, украшен вставками из драгоценных металлов. Его стоимость 350 тысяч рублей. А вот гроб Кокон из Германии имеет 14 рассветок и обойдется желающим всего в 100 тысяч. Также покойного можно кремировать и доставить прах в космос. Похороны на орбите обойдутся всего в 75 тысяч рублей. А за 10 тысяч долларов одна успешная американская компания может превратить прах любимого родственника в сияющие бриллианты. Николай Алмазов выбрал себе шикарный гроб из Канады за 300 тысяч рублей. Но не догадывался, его мечтам сбыться не суждено. В тот день в расследовании гибели Николая Степановича случился неожиданный поворот. В присутствии вдовы и единственного внука было вскрыто завещание погибшего. Один запечатанный конверт, внутри второй. А в нем лист с последней волей Алмазова. Все имущество достанется 24-летнему внуку Олегу. В эту минуту женщина забыла о приличиях. То, о чем красотка мечтала на протяжении последних нескольких лет, уплывало из рук. Заразился, в общем, скандал. Вдова кидалась, пыталась порвать бумагу, чистила покойного. Почем зря. А я в капиталы прошли мимо. Зато неожиданно для всех разбогател молодой Олег Алмазов. Тем более выяснилось, что последняя воля умершего состояла в том, что именно Алмазову Олегу Юрьевичу была поручена организация похорон умерших. Сыщики решили присмотреться к богатому наследнику. Между тем, внук скорбел недолго. С телом погибшего еще проводились экспертизы. А Олег Алмазов уже пустился во все тяжкие. Дорогие магазины, элитные рестораны, шумные компании, ночи в казино и частных саунах. Очень удивительное везение. Тем более выяснилось, что все предыдущие завещания погибший составлял в пользу жены. И лишь последняя – в пользу внука. Кроме того, было вообще непонятно, как пенсионер оказался на 67-м километре федерального шоссе. Сыщики решили вернуться на место автокатастрофы и еще раз опросить жителей окрестных деревень. И, наконец, удача. Оперативники нашли перепуганного свидетеля. Из трех предложенных для опознания фотографий ребенок выбрал ту, с которой на оперативников смотрел богатый наследник. Это кадры оперативной съемки. Операция по задержанию Олега Алмазова. Частная баня, клубы пара, обнаженные женские тела, красные от алкоголя лица. Руки за него! Оружие локольники есть! А вот фрагмент одного из допросов задержанного. Ну, дед все время твердил, кто меня похоронит, тому и наследствовал. И он наследство на меня решил переписать. Ну, я подумал, пока дед не передумал, но он должен убереть. Ну, и в чай клофелин подсыпал. А это проверка показаний на месте преступления. Ничуть не смущаясь, внук рассказывает, как убивал своего деда. Он в дороге заснул. Я вышел из машины, огляделся по сторонам. Потом его взял, перетащил на переднее сидение. Посадил его и руки на руки положил. Потом педаль я зажал газа. Вот так своей ногой. Отпустил, и он поехал. По решению суда внук-убийца был приговорен к 13 годам лишения свободы. А похоронами убитого Николая Алмазова занимались друзья пенсионера. Скромный памятник, обычная ограда. Все, на что хватило средств. Я о таком, конечно, мечтал. Ничего, собрались, сделали, чтобы не хуже, чем у людей. Звонили вдове. Она даже встречаться с нами не захотела. Сказала, чтобы его любимый уголовничек хранил. Планы о пышных многомиллионных похоронах обернулись многотомным уголовным делом. Оставайтесь на ДТВ, и вы увидите раскопки на Саратовском кладбище. Зачем санитары берут в руки лопаты и вскрывают могилы? Я подошел, увидел, что могила разрыта. Похороненная дважды. Этого не знали даже родственники девушки. Ну, то тело было выдано, не то захоронено. Тайная встреча нашего корреспондента. Откровение ритуального агента. Родственники от горя вмазанных приехали между нами. Что происходит в наших моргах и на погостах? Гробовые. Цена смерти в рублевом выражении. В проекте «Вне закона». Он работал на кладбище много лет и давно не верил в суеверие. Но произошедшее в тот вечер заставило смотрителя по-настоящему испугаться. В темноте у свежей могилы копошились тени. Когда мужчина подошел поближе, то с ужасом увидел. Рядом с разрытой могилой обнаженные тела мертвой женщины. И люди с лопатами явно собирались погрузить умершую в свой автомобиль. 2008 год. Город Саратов. На этих кадрах Увекское кладбище в заводском районе города. Мастер-смотритель погоста Михаил Ложков знает тут каждый участок и может многое рассказать о своем тихом хозяйстве. Вот только однажды вечный покой этих мест был нарушен самым циничным образом. Я подошел, увидел, что могила разрыта. Рядом с могилой лежало тело женщины. Захоронение было произведено у нас в 11 часов утра на этом месте. И то, что они делали, было совершенно непонятно. Зрелище стало для смотрителя настоящим испытанием. Разрытое захоронение, вскрытый топором гроб. Одно мертвое женское тело лежало на земле, другое вытаскивали из машины. Чем занимались тут непрошенные гости? Мрачная статистика последних месяцев наводила на самые страшные предположения. Ставропольский край. На заброшенном кладбище обнаружено обезглавленное тело. Без кистей рук и ступней ног. Жестокое убийство совершили местные подростки. 2008 год. Умск. Убитый горем, 18-летний жених, после трагической гибели невесты, рыдал на ее могиле несколько часов. А потом откопал свою возлюбленную и провел с ней брачную ночь. 2008 год. Ярославль. Погромы. На Донском и Тверицком кладбищах. Перевернутые кресты. Надгробие, разрисованное числом дьявола. На фотографиях выцарапаны глаза. Преступники до сих пор не найдены. Но смотритель Увекского кладбища застал у могилы не подростков-сатанистов, ни маньяка-некрофила, а сотрудников морга и частной ритуальной конторы. Вот только зачем они разрыли свежую могилу? Не то тело было выдано, не то захоронено. Работники похоронных агентств решили исправить эту ошибку и приехали на кладбище, чтобы поменять тела местами, чтобы исправить данные недоразумения. Если бы речь шла о магазине, все было бы понятно. Неудачно купленные туфли можно поменять или вернуть обратно неподходящий по размеру холодильник. Но тело человека не вещь. Да и как такое могло произойти в многоуважаемом городском бюро судебно-медицинской экспертизы? Мы решили встретиться с ритуальным агентом, занимавшимся похоронами Шмелевой. Что к нашей фирме, то какие претензии могут быть? В морг приехали, покойная уже готова, группу как положено, как выбирали. Родственники подошли, посмотрели, поплакали, как видится. А то, что потом начинает выясняться, я уж не знаю, кто там, где перепутывали, в морге перепутали, или родственники от горя вмазанные приехали, ну это между нами, в общем, не узнали своих. А это кадры другой нашей встречи. По ту сторону объектива родственники Ирины Гусевой, той самой молодой девушки, тело которой по ошибке похоронили в старушеньких одеждах. Как выяснилось, правду о Клобищенской путанице они узнали только от нас. А мертвые еще долго не могли обрести покой. Тела повторно отправили в морг, еще раз вскрыли и провели экспертизу. И лишь потом порядок был восстановлен. Галину Шмелеву, наконец, похоронили на Увекском кладбище, а тело Ирины Гусевой передали родственникам для траурной церемонии. После этой истории хочется дать совет. Проверяйте своих умерших родственников, не отходя от морга. Позже ваши претензии администрации не принимаются. Но, как показала криминальная практика, эта саратовская история не идет ни в какое сравнение с тем, что еще может происходить под вывеской «Патологоанатомическое бюро». Оставайтесь на ДТВ, и вы увидите Миллионы на чужом горе. Как зарабатывали деньги на родственниках умерших. Никаких цен, просто называется сумма, и человек ее не в сутки плачет. Месть из могилы. Посмертное признание расстрелянного патологоанатома. Отошел от них в сторону и даже пригрозил им сдать их в милицию. Бандитский Петербург на улицах города. Лом, пистолет и взрывчатка. Кому мстила банда санитаров? Стал стремиться, чтобы его назначили на должность главного нарколога северо-запада. Гробовые. Он увидел, как загорелась кнопка вызова лифта. Потом услышал, как в него зашли пассажиры. С каждой секундой голоса из кабины становились все слышнее. Мужчина в очках достал пистолет и снял с предохранителя. Когда двери лифта откроются, люди шагнут навстречу своей смерти. 2001 год. Санкт-Петербург. Прибывшие через полчаса сотрудники милиции обнаружили два окровавленных тела. Мужчина был расстрелян в упор и погиб мгновенно. Вся картина преступления говорила об одном. Это заказное убийство. Вот только кому была нужна смерть бывшего служащего морга? Страхи жили долго. Страхи жили постоянно. Понимаете, вот как вот все это вот стало. То есть вот как стали его избивать. И, конечно, это постоянный страх был. Потому что боялись открывать двери. Бывший санитар не раз говорил и жене, и матери. За ним идет настоящая охота. Кто же преследовал Сергея Ефимова? Какую тайну санитар должен был навсегда унести с собой? Ответы на эти вопросы таились в прошлом убитого. Свою необычную работу Сергей Ефимов любил. Правда о том, что на самом деле происходило под крышей медицинского учреждения, близким не рассказывал. А однажды появившуюся на груди татуировку с лицом санитара объяснил преданностью профессии. Вскоре такие же наколки сделали себе и его коллеги по службе. Особенно близко Сергей Ефимов сошелся с Валерием Бурыкиным, а затем и с Павлом Беляевым. Данные товарищи принимали среднее руководящее звено, и они постепенно подбирали людей, в основном на должности санитаров. Бурыкин, Беляев и Ефимов быстро смекнули. На мертвецах можно делать огромные деньги. И развернули кипучую деятельность. Алчность группы санитаров городского патологоанатомического бюро под руководством Бурыкина, Ефимова и Беляева не знала границ. Ведь они знали, убитые горем родственники никогда не станут спорить с предложенными расценками. Нет ни прескуранта, нигде. Никаких цен. Просто называется сумма, и человек ее несет, выплачивает. 3,5, 3,5 тысячи, 3,5 тысячи. Получается 10,5 тысячи. За что? Вообще нет. За то, чтобы придать лицу покойного достойный вид, нанести косметику за скорость и аккуратность в работе, за все нужно было платить. И люди платили. Цифры называются вообще от головы. Если у человека там респектабельный вид, если он подъехал на хорошей автомашине, то сразу же сумма гораздо звучит больше. Сергей Ефимов был в курсе всего, что происходило. Однажды мужчина понял, он все глубже и глубже увязает в криминале и рискнул выйти из игры. Ефимов в какой-то момент перессорился с Бурыкиным и Беляевым, отошел от них в сторону и даже пригрозил им сдать их, грубо говоря, в милицию. Этот исписанный рукой убитого Сергея листок бумаги – важный документ, приобщенный к материалам уголовного дела. Из предсмертной записки Сергея Ефимова. Если вы читаете это признание, значит, меня уже нет в живых. Я много лет проработал санитаром в городском патологоанатомическом бюро. И хочу рассказать. Начиная с 90-х годов убито несколько санитаров. Все они мешали бизнесу Валерия Бурыкина, который подпольно зарабатывает на ритуальных услугах огромные деньги. Я боюсь, что он расправится и со мной. А исполнителем будет Алексей Чабан. Как выяснилось следствие, палачом семьи Ефимовых стал именно Алексей Чабан по кличке Лом. А вскоре по городу прокатилась целая волна взрывов. Мурыкину и Беляеву стало мало властью над одними моргами. Лидеры банды санитаров стремились расширить сферу своего влияния. И однажды такой шанс представился. К ним обратился Сергей Тихомиров, главврач городской наркологической больницы. Он стал стремиться, чтобы его назначили на должность главного нарколога Северо-Запада. Естественно, ему в этом своем стремлении мешал уже существующий главный нарколог Северо-Запада Шпилини. Доктор медицинских наук Леонид Семенович Шпилиня не сразу понял, что на его должность претендует кто-то другой. Когда я возвращался назад в парадную, прогуляв собаку, и поднялся к почтовым ящикам на первую лестничную площадку, то сверху увидел спускается такой молодой человек. Этот человек прошел, и тут я почувствовал такой страшный удар по затылке. Все дальнейшее Леонид Шпилиня вспоминал уже в больнице. Через несколько месяцев после выздоровления очередная попытка физического устранения. На этот раз в банде санитаров был придуман особый изощренный план. Обычно пунктуальный в то утро главный нарколог округа опаздывал, а потому почти бегом спускался по ступенькам и стремительно выскочил из подъезда. Через несколько секунд за его спиной раздался оглушительный взрыв. И снова Леонид Шпилиня выжил лишь чудом. Убийцы не ожидали, что врач буквально выбежит из подъезда, и активировали бомбу с опозданием. Вскоре за взрывом последовал еще один. И Леонид Шпилиня, чтобы остаться в живых, ушел в отставку. Заказ Сергея Тихомирова бандой санитаров был выполнен. Сергей Тихомиров получил заветную должность главного нарколога по Северо-Западному федеральному округу. И стал устанавливать тотальный финансовый контроль. И прежде всего в больнице, которую возглавлял. Помешать ему в этом мог только один человек. Его заместитель Лариса Артюховская. Все услуги, как бесплатные, так и платные, хозрасчетные, замыкались на Артюховской. Ларисе Артюховской дали понять – увольняйся, иначе смерть. Никто не верил, что такое возможно. И в первую очередь сама Лариса Артюховская. Дым, обгоревшие стены, пыль от обрушившейся штукатурки. На этот раз убийцы все рассчитали точно. И время, и место, и мощность взрывчатки. Словно боялись, что женщина каким-то чудом останется в живых. Преступники дополнили смертельный заряд металлическими шариками от подшипников. Больше трех лет проводились кропотливые оперативные мероприятия по раскрытию преступлений банда санитаров. Для Санкт-Петербурга арест человека, обласканного медицинским руководством и имеющего солидный вес в городе, стал настоящим шоком. Судебные слушания проходили в закрытом режиме. По приговору суда, убийцы в белых халатах получили заслуженное наказание. От 10 до 15 лет колонии строгого режима. Но на скамье подсудимых не оказалось одной из ключевых фигур. Валерия Бурыкина. Ему удалось скрыться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...